Как отчий наш, обязательно нужно знать, как рос устроился наш город. Вот этот угловой номер, самый большой, в нем останавливался в годы гражданской войны Ярослав Гашек. Я вышла на первую экскурсию спустя две недели после родов. Предполагалось, что наш город станет городом-садом не в 1953 году, а в 1829 году. Но есть некоторая сложность с озеленением. Простите, я не могу слежаться от века. Но Николай Первый действительно другим императорам дарил коней. Вот этого коня мне заверните, пожалуйста. Это там у них в Петербургах дворянские собрания. У нас с дворянами, знаете, была некоторая напряженка. Омск для меня это лучшее место на земле. Я бывала в разных городах и в разных странах. Но приезжая в Омск, я чувствую себя дома. Здесь есть красота старого Омска, вот этот дореволюционный центр, наш Любинский проспект. Здесь много скверов, бульваров, мест для прогулок. Здесь две красивые реки Иртышево. Мне нравится природа, я не нахожу никакой усталости в монотонности степного пейзажа. Он меня пленяет красотой, бездонностью красоты, раскинувшегося неба над степью необъятной. Я люблю Омск. И мне так хочется, чтобы мечи, они прониклись красотой, да, и обаянием нашего города. Чтобы они тоже его любили, чтобы они тоже ценили то место, где они живут, и хотели здесь оставаться и созидать. Юлия Петрова – экскурсовод, влюбленный в родной город. Проект «Омсгид экскурсии в Омске» стал победителем регионального этапа федерального конкурса «Мама-предприниматель». И пусть объект ее симпатии сотворен из кирпича и бетона, а по его жилам течет речная вода, рассказывать о своих чувствах к Омску Юлия готова неустанно, каждый раз увлекая экскурсантов новыми маршрутами, интересными фактами и незабываемыми эмоциями. Когда я закончила университет, я не знала, кем я буду, потому что у меня была специальность культурология, и открыв приглашение работодателей, вы нигде не прочитаете, что требуется культуролог. В общем, я была в затруднительном положении, я устроилась в университет. Там тогда требовался лаборант в Центр изучения творчества Достоевского. И я там проработала 12 лет, правда, параллельно. Я работала учителем МХК, работала преподавателем декоративно-прикладного искусства, преподавала танц, в общем, много чем занималась, попутно искала себя, потому что лаборант в Центре изучения творчества Достоевского не то, чем мне хотелось стать. Можно было защитить диссертацию и состояться как научный сотрудник, работник, но себя я тоже на этом поприще не видела. У меня получалось, я писала научные статьи, я даже написала на заказ несколько квалификационных работ. Но все-таки нет, наука это не мое. Я проводила экскурсии, когда работала в Центре изучения творчества Достоевского. Единственное, что я относилась к ним, как снисходительный. Однако, когда меня уволили из университета, наш Центр изучения творчества Достоевского вообще сократили полностью, и в том числе моя специальность достала моей основной профессией. Мы с вами начинаем нашу экскурсию в этой точке совершенно не случайно, потому что Омск – это город, который связан с Петербургом уже в момент своего создания. Напомните мне, пожалуйста, год основания Первой Омской крепости – 1716-й. Я экскурсовод очень противный, я люблю, когда со мной разговаривают. Готовьтесь, будет немножко терминологии, будет немножко сложной архитектурной надятины, но я, как смогу, постараюсь сделать для вас ее легкой, веселой, задорной. За моей спиной и перед вашими лицами самый старый каменный храм нашего города – Свято-Никольский казачий собор. Архитектурная доминанта казачьей площади. Я работала сначала в одном центре развития туризма, но подумывала о частной практике. Я почувствовала достаточно сил, я почувствовала, что мне хочется действовать от собственного лица. И ушла в частную практику, стала частным экскурсоводом. И поняла, что когда ты частный экскурсовод, тебе помимо хорошего ведения экскурсии нужно еще и другими разными навыками обладать. Экскурсовод – это профессия, это такая же дисциплина, которая имеет свои квалификационные какие-то… В общем, ее нужно изучать, да, эту профессию. Там есть свои подходы, свои тонкости. И я сама являюсь преподавателем-куратором Омской школы экскурсоведения. И вот мы следим за тем, чтобы методика экскурсионного дела, она была нашими учениками постигнута вполне. Экскурсия – это не лекция. Мы сначала говорим о том, что мы видим, а потом о том, что мы знаем, о том, что мы видим. И в этом смысле мы очень требовательны к тому, чтобы была среда. И экскурсоводы – это те люди, которые бьют тревогу, когда какое-нибудь очередное историческое знание сносят, или его реновируют так, чтобы его не узнать. Потому что для нас это все наш хлеб, да, по сути. Потому что мы идем от фактуры, от натуры. А сейчас я хочу, чтобы вы повнимательнее разглядели вот эту фотографию черно-белую. Она датирована 1905 годом, но это неправильная датировка. И здесь есть три подсказки, которые нам указывают на то, когда, каким годом нужно было бы датировать эту фотографию. Смотрите внимательно. Там что-то строится, но не может. Называйте, да? Любина роща. Совершенно верно. Здесь у нас, посмотрите, вот так вот сделаю. Вот этот участок – это Любина роща. Она была вырублена в 1903 году, первый ее фрагмент. Здесь сложнее. Вот здесь вот строится здание. Это здание женской гимназии. Оно начало строиться в 1879 году. Вот здесь вот, где-то там. Да, и вот строительство этого здания, оно позволяет точно датировать эту фотографию. Немножко развлеклись? Спускаемся вниз. В экскурсоведении очень важна достоверность знаний. И все знания мы проверяем по научным источникам, чтобы все было четко, чтобы все было достоверно. Есть экскурсоводы, которые не придерживаются таких стандартных качеств. То вот это, на мой взгляд, то, чего не должно быть. Да, это то, с чем нужно бороться. И в этом смысле недавняя инициатива законодательная об аттестации экскурсоводов, она как раз должна искоренить вот такие вот возможные случаи, когда экскурсоводы, они руководствуются какой-то недостоверной, заведомо, может быть, ложной даже информацией. Я считаю, что обязательно к прочтению книга Виктора Кочедамова, как отчий наш, обязательно нужно знать, как рос и строился наш город, про то, что в Омске было две крепости, каждый экскурсовод должен знать обязательно. А мечи многие не знают, это поправимо, а вот экскурсовод знать должен обязательно. Должен знать экскурсовод хотя бы, ну, как-то примерно, приблизительно исторический фон истории нашего города с Петровских времен до Екатерининских. Вот этот угловой номер, самый большой, в нем останавливался в годы гражданской войны Ярослав Гашек. А в 1915 году в этой гостинице останавливался петербургский поэт-символист Константин Бальмонт. Я обещала вам о нем рассказать. Рыжекудрый поэт с мятежной судьбою, наверное, это один, или, может быть, даже единственный русский поэт, который настолько много путешествовал. А Сибирь на тот момент казалась краем, ну, каким-то совершенно необыкновенным, диким, экзотическим. Своей жене в письмах он пишет, Катя, милая, я в тишине, снеге и ледяных узорах, я воистину солнечник. Он хвастался тем, что в отличие от своего брата, 20 ноября 1915 года, ходил по нашим улицам, не поднимая воротника. Дескать, настолько горячая кровь в нем бежала, что он не пугался морозов. Ему повезло, на самом деле не было ветра в эти дни. Да, хотя было морозно, но ветра не было, поэтому как-то можно было это пережить. Бывает, что приходят на экскурсию скептики, такие, знаете, сразу, ну, давай, удиви меня. Ну, что ты нам такого тут расскажешь? А потом в конце экскурсии, это самые благодарные экскурсанты, они подходят и говорят, слушайте, так было здорово, мы действительно для себя какие-то совершенно новые вещи открыли. И бывают экскурсанты, которые очень много знают, и они в конце экскурсии сами делятся своими знаниями, ссылками, историями, книгами, ну, они приходят для диалога, да, и вот с ними очень интересное взаимодействие. Но бывают люди, которые настроены изначально негативно, и такие, приходят со скандалом в душе, и ищут повод этот скандал закатить. Ничего, тоже работаем с такими, в итоге обычно все довольны. Я чувствую ответственность за образ города, который я преподношу своим экскурсантам, за те чувства, которые они с собой заберут, уходя с экскурсии, и за те знания, которыми они будут потом делиться со своими близкими. Что бы мы ни брали, всегда сложнее всего это выдерживать баланс. Конечно, семья — это очень важная часть моей жизни, и, по сути, это моя опора. Не знаю, могла ли бы я так хорошо работать с такой любовью, с такой самоотдачей, если бы у меня было бы в семье что-то не в порядке. Но, во-первых, меня муж поддерживает, это большое дело. Я могу на него положиться, могу в выходные оставить детей с ним и быть уверена в том, что они будут накормлены, выгулены, все как положено. А я могу пока заниматься своими рабочими задачами. И дети, конечно, они очень сильно участвуют в моем жизненном процессе вообще. Лев, вот пока любовь у нас не появилась, он ходил со мной на экскурсии. Я ему включала аудиосказки. Он очень любит этот формат взаимодействия. В общем, идет, слушает аудиосказки, ему интересно. Периодически приходится иногда отвлечься, там что-то переключить. Моя профессия предполагает работу с большим объемом текстов, с большим объемом информации, поэтому я все время читаю, все время готовлюсь к чему-то, поэтому, в принципе, здесь дети не мешают. Просто я люблю по утрам почитать, когда есть свободная минутка, или вечером, когда наконец-то они любят спать. Бывают иногда какие-то нужные вопросы там урегулировать, кому-то позвонить, что-то свести, расписание проверить, автобусы назначить, проверить сделанные задачи, выполненные задачи, потому что сейчас уже команда большая, поэтому встраиваю просто в рабочий режим. Ну и я всегда говорю, главное не ныть, не нужно там думать, что о, потом дети вырастут и станет легко, будет что-то другое, сложное. Поэтому наслаждаться процессом сейчас и жизнь, какая она есть, слава богу, что все так. Я водила экскурсии вплоть до родов. Вышла на первую экскурсию спустя две недели после родов. Это была очень коротенькая, буквально 15-минутная подводочка к экскурсии в органном зале. Но да, я вышла, потому что я не успела передать эту экскурсию другому экскурсоводу, надо было подготовить текст. И я поняла, что я не справилась с этой задачей, не успела просто до родов этого сделать, но экскурсия уже назначена, люди собраны, поэтому... Но, в принципе, тоже ничего такого там. Пока у меня муж погулял с ребенком немножко, я провела экскурсию, погода была неплохая. Я действительно очень сильно люблю свою профессию. Я работаю с полной самоотдачей, мне очень нравится экскурсионное дело. Я люблю парк вокруг аграрного университета. Это место, которое напрямую отсылает нас к мечте о том, что в нашем суровом климате, в нашей степной зоне можно создать сад, можно создать лес. Парк, который расположен вокруг аграрного университета, он является опытной площадкой самого университета. И на протяжении нескольких десятилетий здесь сменяют друг друга одни деревья другими для того, чтобы следовать, как они между собой тут сочетаются. Особо здесь природно-климатическая зона создана. И этот парк является еще и природоохранным объектом. Поэтому здесь мне очень нравится водить экскурсии. Здесь легко дышится, здесь совершенно особая атмосфера. Здесь вместе с историческими объектами, историческими зданиями есть еще и история, посвященная озеленению нашего города, которая греет душу, наверное, каждому мечу. Ведь звание город-сад до сих пор отзывается приятным отзывком мечты, какого-то идеала, к которому мы все стремимся, когда говорим о будущем нашего города. В общем, мы часто гуляем под центральным улицам и не догадываемся о том, что у них очень интересная оборотная сторона. И у Любинского проспекта в том числе. Но аграрный университет — это недооцененное с точки зрения туристического потенциала место. Я училась вообще в Омском государственном университете. И ничто меня никогда в годы моего учения не приводило сюда. Но когда я первый раз ехала поступать в университет, у меня было ощущение, что я еду через лес вообще в какой-то другой отдельный город. Я жила на Московке, а училась в нефтяниках. И потом уже, когда я стала экскурсоводом, мне стало интересно поисследовать историю этого места. Я поняла, что здесь только поэзии. Причем поэзии буквальные, потому что с историей университета связаны судьбы двух, как минимум, крупных поэтов. Это Петр Людойкович Драйверт и Вадим Великторович Берников. И поэзия, которая является, образно говоря, поэзией. Потому что все, что мы создаем, — это творчество. В некотором смысле поэзия. Ритмы архитектурные, ритмы природные. Все это ритмы и стихотворные, в том числе поэтические ритмы. Он тихая, называем мы ее, да? Да-да, тихая. Она была достаточно бурная. Она действительно, для захода был сносивший все деревянные преграды. А когда она разливалась, она подтапливала улицу Ленина вплоть до нынешней лестницы. И в 1903 году на этом месте строится железный, городской железный мост, который получил название французского. Или еще его называли золотым. Почему называли золотым? Очень дорогое. Хайли, хайли, хайли. Но самая главная его особенность была в том, что он был разводным. У нашего Омского моста одна створка, как дверка, открывалась для пропуска судов внутрь. Чуть глубже, в устье Ами. Зачем это было сделано? Суда пропускали на зимнюю зимовку. Бывает, что мы переносим экскурсии по причине неблагоприятных погодных условий. 17 июля этого года состоялся такой ливень, что на Любинском проспекте люди катались на резиновых уточках. И это даже не шутка, а правда. И в этот день у меня была запланирована экскурсия пешком по Питеру. Мне пришлось ее перенести на другую дату. Даже на две даты в итоге разбить. Потому что часть группы не могла на ту дату, которую я предложила. В общем, провести две экскурсии вместо одной. Потому что невозможно было пройти. У нас часть маршрута пролегала по Любинскому проспекту, а там просто хоть вплавь. Клод открыл новое измерение красоты лошади. Он открыл, что лошадь самоценно, сама по себе. Обычно в коне как изображались? Есть конь, он там стоит на одном копыте, да, одно копыто поднимает. Какой-то величественный садник на нем стоит, что-нибудь там указывает, покоряет. Но в данном случае Клод обращает внимание на то, насколько лиричен образ лошади сам по себе. И здесь вот в этой работе лошадь с жеребенком, наверное, вы это чувствуете, безусловно. Да, вот эта красота, проникновенность этого образа, его даже, я бы сказала, человечность. Это открытие, которое, возможно, Петр Карлович первый раз делал именно в нашем городе. Важны форматы. И, пожалуйста, один из излюбленных форматов в моей личной практике – это гастрономические экскурсии. Или экскурсии с гастрономической составляющей, когда мы дополняем нашу прогулку каким-нибудь тематическим угощением. Или вообще идем в ресторан, где для нас готовят совершенно особое меню, особенно встречают. И создается вот эта магия взаимодействия, магия нового знания, но вместе с тем и еще какая-то вот такая чувственная составляющая, скажем. Еще одна очень хорошая экскурсия, как мне кажется, эта экскурсия под названием «Вечерние огни Омска». Там я рассказывала романтические истории о том, кто в нашем городе влюбился, женился, как создавались семьи, как люди находили друг друга. А завершалась она исполнением аргентинского танго. У меня есть знакомые, которые танцуют, они соглашались пойти на эту авантюру и танцевали для наших гостей. Есть экскурсия, которую мы совместно с моей коллегой создали по Соборной площади. То есть она сделала вот эту вот экскурсию по Соборной площади. Я предложила завершать ее подъем на колокольню Успенского собора, откуда весь город виден на ладони. И она тоже пользуется невероятным спросом, потому что она создает вот это совершенно новое видение города. Я вообще замечаю очень серьезный рост интереса к истории места. То есть омичи становятся более требовательны. Они разбалованы, я вам честно скажу. У нас очень хорошо, разнообразно представлен сервис экскурсионных услуг. Они уже довольно много знают. Они привыкли к хорошему сервису, что экскурсию сопровождает фотограф, что используется современное оборудование. То есть они такие уже, поднаторевшие, да, хотят чего-то новенького. И они с удовольствием изучают свой край и не только улицы, потому что, конечно, центр города, он очень сильный и хорошо исхожен, но и новые районы. В этом смысле сотрудничающий с проектом ОМСГИД экскурсовод Кирилл Демьянов, он открывает такую терра инкогниту, когда проводит экскурсии по еврейскому кварталу, по авиагородку. У меня есть экскурсия по городку Нефтяников. Знаю, что сейчас еще один экскурсовод омский, исследователь городской культуры, проводит экскурсии по Левому берегу. Один из самых молодых районов нашего города, где, казалось бы, вообще никакого исторического наследия нет. Но на самом деле сейчас же становится историческим наследием то, что, нам кажется, совсем недавно возникло. Советское наше прошлое, оно тоже теперь требует уже какой-то рефлексии, какого-то осмысления. И я вижу, что с точки зрения фактического прироста информации, будущее туда устремлено. Нам нужно больше знать о недавней, так сказать, истории, об истории застройки, об истории того, что на самом деле во многом и определило облик современного Омска. Потому что в основном экскурсионные сюжеты, они сосредоточены вокруг каких-то дореволюционных историй. А вот историю середины 20 века мы знаем хуже, намного хуже с точки зрения экскурсионного материала. Но здесь вопрос, как ее подавать. Нужно создавать точки притяжения. Арт-кварталы, куда ты заходишь и там оказался в музее под открытым небом. Как вот сейчас микрорайон Модерн, это же суперштука вообще. Я привожу туда туристов на индивидуальные экскурсии, они ходят просто такие потрясенные. Это же потрясающе просто создать из ничего объект притяжения. И вот таких объектов, их много не будет никогда. Поэтому здесь в Омске есть еще к чему стремиться. Вообще туристический потенциал Омска пока еще не осознан и не раскрыт до конца. Потому что мы сами омичи не осознаем, насколько у нас богатый культурный потенциал. Насколько у нас интересная локация с точки зрения истории, культуры. Какие у нас богатые музеи. У нас относительно недалеко от города есть точки притяжения, такие как сад Комиссарова, как частная винодельня самая северная. Это если не говорить про старину сибирскую, которая вообще просто шикарная локация. Хотелось бы, чтобы экскурсионное дело ныряло бы не только в глубину прошлого, но оно говорило бы и современным языком о современных процессах. Но это сложно. Недаром есть стихи Сергея Есенина о том, что лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Это правда. Мы часто, живя вот сейчас в потоке, не замечаем каких-то интересных вещей, событий, форматов взаимодействия. Как экскурсовод, как человек, задействованный в развитии местного туризма, я понимаю, что было бы здорово, если в Бубольске была какая-нибудь уютная улочка, которая ночью светилась фонарями, вечером, была бы какая-нибудь арт-галерея под открытым небом, чтобы там все время была какая-то жизнь, люди ходили, пили кофе, о чем-то спорили, взаимодействовали. И я мечтаю о том, чтобы амичи создавали эти новые места, эти новые проекты своими силами, чтобы они не ждали, пока кто-то придет и скажет, вот вам миллиард денег, давайте. Жизнь начнется тогда, когда мы начнем ценить это место как свой дом, когда мы будем прилагать свои усилия к тому, чтобы этот дом был уютным, красивым, когда мы перестанем мусорить на улицах и перестанем говорить, фу, это Томск, я вообще хочу его покинуть, когда мы будем относиться к Омску как к тому месту, которое зависит от нас. Вот тогда, действительно, я считаю, будет серьезная перемена в истории нашего города. Именно это моя мечта. Я бы хотела вам прочитать одно из стихотворений, которое, возможно, звучало со сцены нашего Омского общественного собрания. Будем, как солнце, забудем о том, кто нас ведет по пути золотому. Будем лишь помнить, что вечно к иному, к новому, к сильному, к доброму, к злому. Ярко стремимся мы в сне золотом. Будем молиться всегда неземному в нашем хотении земном. Будем, как солнце всегда молодое, нежно ласкать огневые цветы. Воздух прозрачный и все золотое. Счастлив ты, будь счастливей вдвое. Быть воплощением внезапной мечты. Только не медлить в недвижном покое. Дальше еще до заветной черты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин